Друзья, меня зовут Алексей Кривошейн, я основатель консалтинговой компании Точно. Мы являемся организатором проекта MedConnect, это комьюнити для управленцев и владельцев медицинского бизнеса. И так как половина нашего портфеля это клиники, мы хотели глубже разобраться и посмотреть именно с точки зрения владельцев, управленцев, как это все работает. А в Точно мы помогаем строить либо трансформировать отделы маркетинга, при этом работаем либо напрямую с собственником, либо с директором по маркетингу или другим управленцем, в чьем фокусе находится развитие маркетинга. Если вы считаете, что вам нужно усилить свой маркетинг, то приходите к нам на экскурсию, мы изнутри покажем, как это все работает, и вы сможете получить как минимум второе мнение, а как максимум мы будем вам полезны. Ждем ваших откликов! Друзья, сегодня у нас необычный формат выпуска. Мы в гостях у клиники, которую чаще всего упоминали в комментариях Медконнект. Это клиника Фомина на Мечелецком проспекте 15А, и мы сегодня изнутри посмотрим те самые принципы пациентократии, о которых говорит в соцсетях ее основатель. Филиал работает уже три года, и сегодня мы поговорим с персоналом, с управляющим. Нам проведут экскурсию по клинике, и мы увидим реальных пациентов. Поэтому, я думаю, будет интересно. Оставайтесь с нами! Субтитры создавал DimaTorzok Я не делю управленческий и медицинский персонал, потому что первое, самое главное, на что нужно обращать внимание, это на профессиональные компетенции. И если это врач, то он должен быть хорошим врачом. И если человек собирается заниматься управлением, то он должен тоже разбираться в своем ремесле и, очевидно, иметь опыт сегодня, если мы говорим про медицину. Потому что специфическая сфера малофундаментального образования, нужна еще конкретно практика. Первая часть – профессионализм. Вторая такая базовая вещь – это умение коммуницировать и быть в команде, в общем-то, качественно коммуницировать с каждым из членов команды, чтобы ему нравилось, чем он занимается, чтобы он любил свою работу. Мы как бы стараемся сделать так, чтобы работа была не работой, работа была частью жизни, продолжением себя. Мы очень хорошо знаем, кто это. Если мы говорим про клинику «Фомена женское здоровье», это женщины в возрасте 25-45, это примерно 80% нашей аудитории. И если говорить сегментом понятным для аудитории, то есть мы работаем в этой аудитории, причем не имея значения, Москва или регионы, везде есть вот эта прослойка. Сегодня не закрывали приемы, и какие-то кабинеты будут задействованы, какие-то освободятся. Мы с вами заглянем, посмотрим, как это происходит. Стационар для операционных и, собственно, палата пребывания. Кабинет репродуктолога отличается настроением. Наши пчелочки – эмбриологи, это биологи. Кнопочка всегда у пациента находит. В виде паспорта они клеят свою фотографию, либо рисуют, он всегда именной. В общем, это во всех клиниках единый стиль такой выстроен. Ну и вот как символ то, что управляющая компания переименована вспомогающая. Те условия, которые ты создаешь, в котором пациент находится как у себя дома. И ему ничего не мешает, ничего не прийти и ничего не бросается со знаком минус. Ну, это философия, как мы ее назвали, и помимо философии, это еще менеджмент управления. Так что, по сути, так как менеджмент управления отчасти относится и к качеству, участвует в формировании качества, ну, я думаю, что можно это назвать. Но, в целом, все-таки это философия пациентократия, это философия отношения к вообще жизни в части медицины, отношения к пациенту, всех участников, всех игроков рынка. Нет такого девиза, ни с какими девизами шагаю. Это быть свободным. Вот, наверное, это то, о чем я много говорю. И нужно быть свободным и в жизни, и в профессии. Потому что лишь только свободный человек способен делать великие дела. И лишь по-настоящему свободный человек может быть по-настоящему счастлив. Спасибо команде клиники Фомина за то, что приняли наш комьюнити у себя и все нам показали. Мне кажется, что ребята даже чуть-чуть опережают время, опережают желания своих клиентов. И есть чему поучиться у них. А мы будем продолжать серию экскурсий в клинике Москвы. Нам еще предстоит 5 клиник. Следите за анонсами в телеграм-канале MedConnect. И оставляйте свои комментарии, лайки. Нам интересно получить обратную связь, насколько вам этот формат заходит. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!